Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка. Есть одна посылка из Китая. Я думаю, там запчасти на телефон. Я не трекал, не трекал, не чекал трек, не хотел. Даже не оторвал свою информацию не читал. Мобайл, фон, LCD, скрин. Ну по идее должно быть оно. 5 долларов оценено. Явно это не только тач. Я жду много запчастей на разные устройства из Китая, потому что у нас много чего нету. Давайте распакуем. Я сам еще не знаю, что это пришло именно. Китайцы прямо упаковали. Красавцы знают, что в Россию. И один хрен, смотрите, угол. Все равно угол срезали. Это наша почта России. Опять, опять. Надо кому-то? Пишите в комментарии. Я вот вышлю. Вышлю. За пересылку у меня заплатите только там сколько денег, я не знаю. Я вам вышлю штуки 3-4 вот такой херни. Она у меня лежит. Уже мне девать некуда просто. Выбрасывать, естественно, мне жалко. А девать некуда. Так, давайте вскроем. Здесь у нас, как обычно, подложка для ламината. Я скоро пол, наверное, дома застелю ламинатом все-таки. Так, хо! Вот это хорошо. Это у нас BQ. Это BQ. Bring & Quick. Здесь у нас дисплей. Дисплей под пайку. Смотрите, шлейф под пайку идет. И здесь у нас тач тоже под пайку. Блин, ну, что делать? Давайте спаяем. Сейчас перенесем все на стол и поймем быстренько это все. Ну, что, товарищи, вот мы на моем рабочем столе. Здесь у меня небольшой такой рабочий беспорядок. Ну, потому что у меня что-то перед Новым Годом сейчас заявки прут-прут-прут. Аж я не успеваю. Ноутбуков натащили на ремонт. Так, это, если я не ошибаюсь, вот сюда должен быть дисплей. Это у нас BQ 4072 Strike Mini. Самое обидное, что ремонт оплаченный. Ну, что делать? Клиент деньги заплатил. Телефон должен быть готов. Кстати, этот клиент приходил ко мне и говорит, не BQ. У меня, говорит, телефон BG. Я думал, у них у на себе какой-то новый телефон. BG. BG, да BG. Приносит мне тут свой BG. Я смотрю, говорю, нет, товарищ, у нас запчастей на BG твой не айда. Вообще не айда. Договорились с ним, что он оплатит. Естественно, за свой счет все это он закажет. Ну, через меня. Я свои деньги за работу возьму, которую я уже, кстати, взял. Поэтому вот обидно, что уже все ремонт оплаченный. Так, паяльник у нас раскочекарился. Я вот эти вот BQ. Вот здесь у них, вот здесь у них таксиклон, ну, не видно ничего. Тут пленка у них. Вот здесь вот пленка. Я ее прорезаю. Надо только аккуратно, чтобы... Хотя в этом случае можно неаккуратно. Дисплей уже под замену все равно. Там у нас просто шлейфик дисплея внизу. Можно вцепануть его маленько. Ну, так, в принципе, если сильно не давить, то не цепанешь. Так, теперь надо плату вытащить отсюда. Я не буду отпаивать кнопки боковые. Я просто их отклею. Так, давайте возьмем, наверное, розешки маленько. Чуть-чуть розешки возьмем. Так, это много сильно розешки. Розе покупаю у нас в городе. Не знаю, ссылку, если найду на Алиэкспресс, то оставлю. Так, ссылка на тач, статьи, здесь плен тоже в описании. Обязательно в описании оставлю. Продавец проверен. Так, немного флюса. Так, кошара, иди отсюда. Быстро. Есть пакет у меня, если кошара ходит. Немного флюса, немного сплава розе. Пинцет. Даже камеры не буду убирать. Так, ну ты что орешь тут мне? Ты не голодный, я знаю. Давайте сразу, сразу у меня вот тут под рукой есть оплетка. Пока я не забыл, оплёточка есть. И излишки вот этого вот розе сразу на оплетку осадим. Со шлейфа убирать не будем, шлейф нам нужен, потому что мы будем его менять. Так, отклеили боковые клавиши. Теперь надо вытащить отсюда плату. Она вытаскивается с дисплеем вместе. Имейте это в виду, когда будете менять отдельно тач. И таким вот методом отсюда вытаскиваем тач. Выпала резиночка под микрофон. Надо было сепаратор нагреть. И не мучится. Давайте, спиртяге маленьких пахнет. Ух ты! Спиртяга нынче дорогая, изопропиловая. Ну, что делать? Приходится. Литр, литр. Пол-литра, по-моему, 400 рублей стоит. Проще водки взять, пол-литра. Вот водки. У тех-то такого, конечно, не будет. Так, давайте карточкой оторвем отсюда нахрен этот тач. Прям вот. Ух ты! Упекли тут какой-то херни намазали, которая не отклеивается. По ходу дела, без нагрева. Ну, ничего. Мы оторвем. Ничего страшного. Мы сейчас прям лопаткой туда залезем. У меня уже паяльник, бедный, 50 раз отключился. Пока я тут разбираю этот телефон. Ага. И верхняя часть. Так, тихо. Нет, эта стеклушка, это не рамка. Ой, все, в осколках. Придется пылесосить. У меня ковролин лежит на полу. Сейчас я ковролин весь осколками захерачу. Давайте еще маленько спирта. Чтобы смазалось. Я думаю, следующее видео уже будем с сепаратором разбирать. Так, все, это оторвал. Ой, извините, я не теряюсь. Остатки сейчас тоже отсюда оторвем. Оторвем. Телефон у нас такой бюджетненький. Я бы, честно говоря, не стал бы его даже делать. Вот был бы мой телефон, я бы его разбил бы и не стал делать. Но люди у нас такие жадноватые проживают в поселке. Что они хотят делать. И причем думают, что все будет 3 копейки стоить. Ходят. О, у вас так дорого. Идите в город. Во-первых, до города доехать надо. Если на маршрутке это минимум 100 рублей туда-обратно. Плюс там возьмут еще больше. Я прям уверен, что берут больше. У меня много знакомых, кто занимается ремонтами в городе. Я их на сценке знаю. И как бы отправляю в город. Но они потом обратно возвращаются ко мне. Ну вот такой шлак я, конечно, рекомендую не делать. Если только вы сами не попытаетесь. А для этого я ролики снимаю, чтобы вы сами попробовали. Тем более нужен только паяльник. Можно и без розы обойтись. Розы это так облегчает жизнь. Так. Грязь из рамки вытащили. Остатки вот этого скотча я убирать не буду. Смысла нету внизу. Оно не повлияет никак на аэродинамику. Наношу. И сеточка у нас свалила маленько. Так. Все. Рамочка есть. Давайте отклеим дисплей. Дисплей у нас приклеенный. Снизу идет. Это вот хорошо, когда дисплей у нас вбитый. Когда его не жалко, что он не нужен. Можно прямо подлезть и отрывать. А если дисплей нам нужен, приходится тоже придумывать что-то. Потому что приклеено на скотч двухсторонний. И главное не покоться дисплей. А у BQ они такие, кстати, не активные. Так. Тут обязательно у нас флюс. Капелька розе. Можно припой. Не обязательно розе. Шлейфик слегка подклеен. И сейчас он прогреется. Дисплей у нас сам отлетит отсюда. Главное дорожки не вырвать. Потом придется долго их и муторно восстанавливать. Так. Я уже слышу, как подходит шлейф. Вот, все с краю пошел. Еще маленько розе. Не помню, телефон зря же нет. Наверное, скорее всего, севший. Потому что лежит. Он довольно-таки давно. Уже месяц, наверное. Причем люди соглашаются на такие долгие ремонты, что ждать запчасти месяц. Раньше, когда не оформлен был, как сервис-центр, тоже приходилось много запчастей заказывать из Китая. И вот зачастую приходилось иметь запас просто запчастей, чтобы там, допустим, ходовые тачи на планшеты, чтобы они просто всегда были. Сразу убираем отсюда остатки все розе. Так, убрали розе. Давайте уберем отсюда вот эту канифоль, которая у нас с оплетки выдавилась. Значит-то отсюда уберем канифоль. Все, канифоля нет. Возьмем припой. Видео, наверное, затянулось уже минут по 20. Ничего. Зато у нас полный от начала до конца ликбез. Так, пропаиваем наши дорожки. Там, возможно, плохо видно, но если увеличивают, то у меня тут по светам света много, но почему-то на камере света мало. Так, все, тут у нас пропаено. Теперь берем дисплей и тач. Так, вот так оно у нас было. Помним, да? Берем, пропаиваем здесь тоже. С легонца лудим. Выводы все, чтобы они припаялись 100%. Так, маленько флюса можно сюда бахнуть. Чуть-чуть прям буквально. Все, лишний припой скидываем. Совмещаем у нас здесь точки. Две точки совмещаем и где-нибудь прихватываем. Все, прихватили. Еще где-нибудь так стоять. Берем что-нибудь, чем нужно надавить. Поддавливаем шлейф и поехали пропаивать шлейф. Главное, смотрим, чтобы не спаялись дорожки у нас между собой. Вряд ли от этого будет что-то хуже, но экран будет показывать некорректно, скорее всего. Так, давайте пока я во вкус вошел, сразу тач-пролудим. Тач-пролудим. Самое такое вот обидное в этом случае, по крайней мере, если у нас покупаешь, у нас тоже можно найти все вот это. Ну, не все, конечно, но можно поискать в разных магазинах, пусть это будет. Если запчасть под пайку, она гарантии не подлежит. То есть, вот впаял я дисплей, допустим, да, все, гарантий на него нету. То есть, если он у меня впаялся и не работает изначально, уже и вот так, где-то у меня звонят телефоны, говорит, некогда мне отвалить от меня. Эти клиентосы, это пипец. Просто названивают, пришлось трубку взять, короче. Так. Пока, короче, трендел, забыл, что делал. Ставим обратно в рамку нашу, так скажем, модуль наш. Хотя это и не модуль. Ага, вот тут, видите, я уже лоханулся сам. Сначала надо было поставить тач. Ставим сюда сначала вот тач. Так, рамочку. Потому что шлейф для тача у нас... Ага, видели, тут еще даже клея нету. На китайском таче нету клея. Возьмем наш клей. Что делать? Пьется клей тратить еще на него. Делать-то нечего. Нанесем на рамочку. Есть рамочка еще поломана чуть-чуть. Только немного, чтобы не залить потом. Рамочку нашу. Рамочку дисплей на что-то не залить. То, когда вот такие тачи, бывает, что выдавливается клей. Так, ну все. Тут мы нанесли. Сейчас мы защитный слой отсюда снимем. Вот терпеть не могу. Видите, матовый слой защитный, да? А хлястика его поддеть нету. Просто тупо нету. Конечно, можно оторвать кусочек скотча. Что-то пискло отсюда. Можно кусок скотча оторвать, приклеить. Но скотча под рукой у меня сейчас нету. К сожалению, оцепануть чем-то надо. Вот, подцепил. Неужели? Снимаем защитный слой, неляпаем. Тач новый. Так, стоп. Вот это вот дело надо было и согнуть. Вот это дело там ложится в паз специальный. Специальный паз ложится. Все. Слегка клей сюда наверх выдавилось. Не вовнутрь, наружу. Не страшно. Ничего страшного. Теперь ставим вот эту вот резиновую херню, которая у нас свалила от микрофона. Да и титул налево. Ну, что название уйти-то? Снимаем защитный слой дисплея. И кидаем его в рамку. Так. В рамочку. Лег. Щелк. Здесь щелк. Клеим сразу боковые клавиши. И пока у нас паяльник не сгорел, надо приклеить, припаять. Кто-то мне написывает. Кто-то написывает. Припаять. Я не с той стороны заводил. Это вот спешка. Забыл, что шлейф перевел. И будем с другой стороны тоже тогда. И тут, наверное, пальцем прям поддавлю. И паяемся. И пальцем ждет. Пальцем ждет. Маленькая флюсмода. Чуть-чуть буквально. Вот так получилось у нас. Давайте попробуем. Аккумулятор может быть не севший. Чего, я, конечно, сомневаюсь. Нет, увы, севший. Сейчас подзаряжу и продолжу. КОНЕЦ КОНЕЦ